Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о том, как вырастить зелень быстро. Если у вас нет времени, а зелень хочется получить очень быстро и свою, этот способ для вас. Итак, вы пришли в супермаркет и накупили вот такие ароматные стаканчики с разной зеленью. Любой, какая вам нравится, выбирайте любую. Итак, дальше как в сказке. Верхушки вы съедаете, а низушки, корешки оставляем. Сейчас покажу для чего. Ну, вот я не буду, это у меня вот опытный образец. Мне бы не хотелось его, что... Ну, то есть вы вот таким способом берете стаканчик, отрезаете не до конца, то есть не вот так вплотную зелень, а чуть повыше возьмите. То есть оставьте хотя бы немножко веточек, листочек снизу. То есть вот так отрезаете, это используете по назначению. Дальше что вы делаете? Достаете из стаканчика. У них, видите, какая богатая корневая система. Распутывайте по желанию. Но если не получается, не переживайте, мы все равно будем подрезать. Вынимаете, старайтесь, чтобы не повредить корешки. Вынимаете аккуратно. Лучше, наверное, даже разрезать вот этот стаканчик. Итак, вы достаете, разрезаете стаканчик, не жалейте стаканчик. Освобождаем корневую систему. Немного ее подрезаем, вот так, чтобы стимулировать рост боковых корешков. Укладываем их, достаем следующий. Ой, вообще достался чудесно. Вот, здесь вообще все видно. Вот так, повторяю. То есть отрезать мы зелень на еду будем вот так. То есть оставляя немного листвы. Так, здесь тоже мы подрезали. Корневую систему освобождаем. По возможности как можно больше. Но если не получается, не переживайте, не расстраивайтесь. Так. Корешки тоже мы подрезаем. Вот так. Далее. Все вот это, хозяйство, красоту невозможную. Берем опрыскиватель. В него добавляем любой корнеобразователь. Будет это циркон, будет это корневин, без разницы, какой у вас есть. Наливаем. Добавляем циркон. Вот, ну, на литр где-то 3-4 капли. Этого будет достаточно. Берем. И обрабатываем корнеобразователем. Вот так. Не жалеете, лейте прям. Чтобы все это увлажнилось. Достаточно хорошо. Так. Дальше. Мы берем керамзит. Я специально взяла вам вот такой прозрачный горшочек, чтобы вы видели, что у нас вообще происходит. Сыпем дренаж обязательно. Горшок, внимание, имеет дренажные отверстия. Это обязательно. Лишняя влага должна стекать. Насыпаем керамзит. Ну, слоем 2-3 сантиметра. Этого достаточно. Так, дальше. Насыпаем немного грунта в стакан, в эту емкость. Устанавливаем наших красавцев. Я не стала отрезать верхушечку. Оставила. Вы уже смотрите. Хотите, так посадите. И будете в процессе, как он у вас будет расти, отрывать листочки, употреблять в пищу. Хотите, отрежьте, посадите корешки. То есть, выбор за вами. Далее. Можно вот так вот посадить в одну емкость. Они достаточно хорошо дружат друг с другом. Здесь мелиса, петрушка и базилик. Все эти растения теплолюбивые, светолюбивые, влаголюбивые. Ну, помните, переливание, особенно в зимний период, ну, это чревато. Растения мы держим на подоконнике с температурой не меньше 20 градусов. Желательно, чтобы там не было сквозняков, не было прямых солнечных лучей, но было светлое окно. И что еще? Ну, наверное... С температурой, я сказала. Полив мы тоже делаем достаточно щадящий, не заливаем. Сильно не заглубляем. Сейчас покажу, сколько должно быть растений спрятано. То есть мы сажаем до того уровня, как оно росло вот в том самом горшочке транспортировочном, которым вы купили в магазине. Уплотняем. Подсыпаем. Итак, я посадила. Смотрите, мы не заглубляем растение, то есть вот как оно росло в транспортировочном горшочке, так же его и сажаем. Уплотняем землю, поливаем обязательно корнеобразователем, это обязательно. Несколько дней за ним, ну, ухаживаем, скажем так, очень нежно, то есть смотрим, как оно себя чувствует. Буквально через, ну, наверное, через неделю, вот у меня появились первые свои росточки, где-то через неделю, ну, чуть больше, 10 дней, вот так, появятся новые свои отросточки. То есть, если вы удалите верхушку, оставите только череночки, у вас процесс этот пойдет еще быстрее, потому что растение не может находиться без верхних листиков, он начнет наращивать массу обязательно. Но процесс адаптации у него будет. Можно посадить вот каждый по отдельности, можно в какую-то отдельную длинную миску, смотрите, как вам удобно. Можно вообще посадить красивый горшок и будет, как у вас, как у лучших французских поваров, пряный зениль на своей кухне. Очень красивый. Я думаю, что вам такой совет пригодится и понравится, поэтому пробуйте, дерзайте, можно целую клумбу создать на своем подоконнике. Оставайтесь с нами, всего вам хорошего и хороших урожаев!